С 1 января 2019 года российским предпринимателям наконец-то вернут льготу по налогу на движимое имущество. Многие справедливо называли его налогом на инвестиции. Что обстоятельства, что отечественный бизнес вздохнет с облегчением, конечно, не может не радовать. Но вопрос в другом. Из какого источника регионы смогут компенсировать выпадающие доходы? Благодаря налогу на движимое имущество в 2018 областной бюджет получил около миллиарда рублей. Эти деньги были направлены, в числе прочего, и на повышение зарплат бюджетникам. И свернуть социальные проекты по понятным причинам регион не может. Перед нами стоит новая задача найти варианты компенсации выпадающих доходов регионального бюджета. Предварительно рассматривается вариант перераспределения части поступления от акцизов на алкогольную продукцию. Но даже если к моменту формирования бюджета 2019 года Москва и согласиться с таким вариантом компенсации, акцизы на алкогольную и табачную продукцию надо будет еще взыскать в необходимом объеме. Для этого картина алкогольного мира в сегменте крепких напитков и пива должна быть максимально прозрачной. В реалистичность этого верится с трудом, если учесть, насколько результативно идет борьба с теневым рынком. Вот, к примеру, 26 июля на сайте ГУВД появилась информация о том, что в городе пресекли каналы нелегальной реализации алкоголя и табака. В результате из незаконного оборота изъято 1200 ящиков крепких спиртных напитков и более 470 тысяч пачек сигарет, изготовленных в странах ближнего зарубежья. В отношении 30-летней жительницы Новосибирска, организовавшей поставки алкоголя и табачных изделий, из шести активных участников, контролировавших розничную реализацию нелегального товара, возбуждено уголовное дело. Успехи новосибирских полицейских радуют, но оптимизма не становится больше. Если учесть, что сами проверки были проведены еще весной, их результаты обнародовали дежурно, поэтому они мало заинтересовались мне. А самое главное, непонятно, как озвученные цифры соотносятся с масштабами теневого бедствия. Чтобы оценить, сколько бюджет недополучает акцизных сборов, можно познакомиться с судебной практикой. К примеру, 12 апреля городской суд Берска вынес обвинительный приговор Ирине Власенко. В недавнем прошлом предприимчивая дама была вооружена не только мандатом депутата, но и имела богатый опыт криминального бутлегерства. На территории легального производителя фруктового винных напитков находился производитель слабоалкогольных сидоров. Было установлено, что и сидор производился из спирта, а не из яблок, и винные напитки, кто добавлял светиловый спирт. В ходе следствия одна гражданка была привлечена к уголовной ответственности. Три года условно, с отсрочкой приговора и штраф в 100 тысяч рублей. Таким был исход этого уголовного процесса. За кадром осталась одна деталь. В результате работы бердской бутлегерши бюджет недополучил около 8 миллионов рублей. Еще один судебный зачет – майское решение областного арбитража. К административной ответственности привлечено некое ООО «Адаман». Оно поставило на широкую ногу нелегальный розлив пивных напитков. Это производство длительное время ударно работало на промплощадке в Зайльцовском районе. При посещении их обнаружили включенную линию розлива, спиртосодержащую продукцию. Это пивной напиток на основе спирта. Продукция была маркирована городом Москвой. Был наложен арест, часть продукции изъята. По результатам годичных судов суд постановил у них забрать оборудование. Вроде бы результат есть, но дьявол кроется в деталях. Решение об изъятии оборудования вступило в силу только в июле этого года, после апелляционной инстанции. Недавно представители Росалкогольрегулирования не смогли попасть на криминальное производство. И, скорее всего, все это время оно продолжает работать. Поэтому назвать историю с адамантом успешной пока не получается. На этом фоне руководство профильного областного министерства еще в начале этого года заявляло о необходимости развития дополнительных инструментов регионального контроля. Если до сих пор мы не могли проводить контрольные проверки, контрольные закупки, заходить в юридические лица с проверками и так далее, то сегодня эта функция появилась. Мы на сегодняшний день разрабатываем стандарты по государственному региональному контролю. Сожжение здесь немножко отстали. Но, в принципе, мы имеющимися силами и ресурсами пытаемся начать решить. Размытая формулировка имеющимися силами и ресурсами пытаемся решить пока только заявка на будущую активность. Поэтому контрольные бреши закрывают общественники, проводя рейды и выявляя факты продаж того же самого контрафактного пива. В первую очередь они обращают внимание на напитки, продающиеся по подозрительно низким ценам, которые наиболее вероятно представляют собой теневой оборот подакцизной продукции. На сегодняшний день более 200 точек мы прошли. Действительно, вот эта разница в цене особенно ощутима в магазинах, которые работают на периферии города. То есть, где спрос на дешевое пиво обусловлен доходами населения. Поэтому сегодня для нас главным является составление некого реестра того пива, которое, на наш взгляд, является подозрительным, произведенное небольшими заводиками, которые стоят странных денег. Сколько пивных напитков, неучтенных в ЕГАИС, поступает в розничную сеть, станет понятно, если власти займутся проблемными списками. Пока ответы на свои обращения общественники не получили. В сухом остатке потребитель продолжает вместо того же пива покупать спиртованное и подкрашенное красителями пойло, а бюджет недополучает налоги. Поэтому задача пополнения региональной казны алкогольными и табачными акцизами пока не выглядит в достаточной степени перспективной. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. До свидания.